Президент США Дональд Трамп и его соперник от демократической партии Джо Байден провели последние телевизионные дебаты перед выборами 3 ноября. В центре обсуждения была эпидемия COVID-19. Трамп сам перенёс болезнь три недели назад. Президент повторил заверение о том, что в ближайшем будущем появится вакцина и что кризис будет вскоре преодолён, несмотря на то, что количество инфицированных продолжает расти. Байден заявил, что утверждения президента далеки от реальности и обвинил Трампа в неспособности взять на себя ответственность за кризис. Оба оппонента обвиняли друг друга в финансовых махинациях и иностранном влиянии. Байден поднял вопрос о том, что Трамп отказывается обнародовать налоговые декларации и о недавно появившейся информации о финансовых интересах компании Трампа в Китае. Трамп, в свою очередь, повторил обвинение в адрес сына Байдена, Хантера, заявив, что тот был замешан в коррупции, находясь в Совете директоров украинской газовой компании, и даже обогатил отца через почти ракетирские схемы. Байден отверг все обвинения в зарубежных махинациях сына и заявил, что не взял ни копейки от иностранных источников. Этот год был отмечен массовыми протестами на почве расовой несправедливости, и Трамп решил сказать несколько хвалебных слов в адрес своей политики по отношению к вопросу о расах и меньшинствах. Никто не сделал больше для черной коммуниции, чем Дональд Трамп. И если вы посмотрите, с экземпцией Абрахима Линкольна, возможно, но с экземпцией Абрахима Линкольна, никто не сделал, что я сделал. Криминальная реформа, Обама и Джо, не сделал это. Сравнение себя с Линкольном вызвало саркастический ответ Байдена, который указал на ряд спорных заявлений Трампа относительно раз. Эти дебаты прошли в более спокойной обстановке, чем первый раунд 29 сентября, когда противники постоянно перебивали друг друга. В этом раунде ведущая могла выключать микрофон, когда кандидат говорил вне очереди. Она воспользовалась этой возможностью, чтобы прервать Дональда Трампа. Президентская кампания вошла в финальную стадию. Оба претендента на пост пытаются заручиться голосами тех, кто еще колеблется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова